Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. За что сочинцев берут деньги? Глава города призвал бороться с нерадивыми управляющими компаниями. В Сочи зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. В Адлерском районе в лесу найдено 13 погибших животных. Выжил гирю, перетянул канат и марж-бросок в полной выкладке. Сотрудники МВД в преддверии праздника вышли на старт. Герой Великой Отечественной спустя годы вернулся домой. В Сочи доставили останки младшего сержанта Григория Некрасова. Провести проверку безопасности систем газоснабжения на Кубани распорядился губернатор края. Вениамин Кондратьев поручил усилить контроль за соблюдением требований законодательства к содержанию внутридомового газового оборудования и при необходимости провести внеплановые проверки. К другим новостям. Не быть собаками на сене, а эффективно использовать государственное имущество призвал губернатор Краснодарского края. Губернатор Краснодарского края во время селекторного совещания с регионами, которое провел помощник президента Игорь Левитин, предложил оставлять за государством только те объекты, которые требуются для исполнения его функции. Остальное может быть приватизировано, чтобы работать на экономику регионов. Как пример, федеральное агентство науки. Сегодня мы видим, что имущества много и на федеральном уровне, и на уровне субъектов очень много. А результата мало. И налогов с этого имущества никаких, и в целом дивидендов мы никаких не получаем. Как собака на сене сидим на этом имуществе, и каждое министерство, ведомство субъектовое, региональное, считает своим основным долгом его просто сохранить, и то, что он увешает с каждым годом, это как бы мало кого волнует. Вот здесь должны быть, я считаю, в процессе своего выступления обозначены четкие рамки, какое имущество должно оставаться в государственной собственности, федеральным или субъектовым, и в каких случаях должна быть четкая, конкретная, посекательная дата его приватизации. Глава Кубани также предложил создать единый портал, где бы размещалась вся информация о госимуществе, которое не используется. Это позволит готовить приватизацию таких объектов с учетом мнения потенциальных владельцев, оставивших на ресурсе соответствующую заявку. То есть не только после того, когда мы объявили торги, и оно высветилось, а в целом сделать реестр публичным для бизнеса, где он бы уже понимал, что для него интересно, и может быть даже бы формировать план приватизации, на основании заявок самого бизнеса, где нам можно намного раньше найти потенциального приобретателя этого имущества, и, конечно, максимально уже разгрузить собственную казну, грубо говоря, и пустить это имущество в оборот. В пример неэффективного использования Кондратьев привел земельные участки Федерального агентства научных организаций, выделенные подселекционные работы, но простаивающие без дела. Похожие ситуации с объектами Минобороны, например, военные городки. Часть инфраструктуры передана в муниципальную собственность, а вот земля под ними остается в федеральном видении, что мешает эффективно использовать все имущество. Чтобы оно не висело мертвым грузом, губернатор предложил передавать подобные участки в собственность регионов. На содержание дорог в Сочи в следующем году планируют направить 573 миллиона рублей. Соответствующий тендер объявило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. В течение следующего года планируется провести работы по содержанию почти 249,5 километров дорог регионального или межмуниципального значения, а также по содержанию 66 мостов и двух тоннелей. В начале октября стало известно, что дорожный фонд Краснодарского края в нынешнем году исполнен на 64%. Его объем на год установлен в размере 19,2 миллиарда рублей. Средства фонда направляют на содержание, ремонт, строительство и реконструкцию дорог, ликвидацию ЧС, субсидии муниципальным образованием на автомобильные дороги местного значения и приобретение дорожной техники. Об этом сообщает РБК. Департамент имущественных отношений Краснодарского края выдал компании Домейн разрешение на открытие казино в игорной зоне Красной Поляны. Это разрешение стало первым выданным в рамках новой игорной зоны. Других заявок на открытие казино в Сочи в адрес департамента пока не поступало, передает РБК. Фирма Домейн с уставным капиталом более 600 миллионов рублей была зарегистрирована в декабре 2015 года. В качестве основной специализации компании заявлены предоставление услуг в области развлечения, а также проведение качественного культурного досуга на территории всесезонного курорта «Горки-город». Я напомню, что игорная зона «Красная Поляна» откроется 5 января. Это позволит увеличить турпоток на курорт на 600 тысяч человек. В Сочи зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. В адлерском районе города в лесу было найдено 13 свиней, погибших от АЧС. Об этом сообщает Интерфакс. Специалисты парка и сотрудники ветеринарной службы на территории, где были обнаружены погибшие животные, установили шлагбаумы и также провели обеззараживание местности. В Сочинском национальном парке начали проводить карантинные мероприятия. Сейчас разыскиваются хозяева погибших животных. Тем временем эксперты обследовали поголовье диких кабанов и признаков заболевания не нашли. На сегодняшнем планерном совещании в администрации глава города Анатолий Пахомов раскритиковал работу ряда управляющих компаний и потребовал наложить на них штрафные санкции. Подробнее Елена Всецина. Жесткой критики за плохую работу подверглись до управления номер 8 Сочи Жилсервис, Югстройсервис и ряд других. Мэр города отметил, что некоторые управляющие компании монополизировали обслуживание жилфонда целых микрорайонов. Но при этом взятую на себя ношу, мягко говоря, не тянут. Еще хуже ситуация там, где жильцы даже не определились с формой управления своим жильем. А значит, на ремонт таких многоэтажек рассчитывать не приходится. Дома ваши будут стареть, будут валиться, а мы не сможем вам их содержать. Глава города дал поручение своим заместителям организовать встречу с домкомами, чтобы те, соответственно, провели разрезнительную работу с собственниками квартир. У Сочи уже давно новое лицо, и гости курорта, попадая в жилые микрорайоны, не должны разочаровываться увиденным. А курорт, принявший в этом году уже свыше 6 миллионов туристов, готовится к следующему высокому сезону. С 21 по 25 ноября в нашем городе пройдет международный туристический форум. Приедет 8 тысяч участников, большая часть из которых туроператоры, заинтересованные в продвижении главного курорта страны. В этом форуме могут принять участие и те сочинцы, которые имеют небольшие частные гостиницы, чтобы учиться работать цивилизованно, качественно, много со временем, и чтобы отзывы гостей Сочи были хорошими. Мы уверены в том, что этот следующий сезон будет не хуже предыдущего, то есть очень хороший. Но для того, чтобы он стал очень хорошим, нужно сейчас работать над будущим сезоном. Продаваем, продаваем, продаем. В следующем году в Сочи пройдет Кубок конфедерации, а годом позже чемпионат мира по футболу. А это еще дополнительные гости города. И уж такие знаковые места, как Сочинская набережная, должны быть в идеальном состоянии. По словам мэра, прибрежная полоса не должна быть торговой улицей, и те объекты, которые сейчас работают там незаконно, естественно, будут убраны. Даже если придется решать их судьбу в судебном порядке. Также глава города жестко потребовала усилить контроль за деятельностью каждого управления городской администрации. Невыполненных поручений быть не должно. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В среду и 9 ноября в нескольких районах Сочи не будет воды ограничения, связанные с необходимостью ремонтных работ на водозаборе по улице Гагарина. Таким образом, с полуночи до 9 утра будет прекращено водоснабжение целого ряда санаториев. Полный список вы видите на экране. А также котельных номер 5 и 8 школ, номер 4, 10 и 12 школы бизнеса, детских садов номер 32, 34, 82, 105, 132 и детского сада Умка, поликлиники на Донской и детской поликлиники по переулку Пасечный. Будет отключен и жилой фонд улицы Подгорная, Донская, Пасечная, Чехово, Виноградная, Восточная, Калужская, Санаторная, Клубничная, Кавказская, Тельмана, Цурюпы, Бамбуковая, Плеханово и Инжирная, а также переулки Пасечный, Чехово, Строительный и Рахманинова. Возможны перебои водоснабжений по улицам Тимирязева, Целинная, Высокогорная, Крымская, Волжская и Полтавская. 10 ноября полицейские всей страны будут отмечать свой профессиональный праздник. В 2011 году после вступления в силу закона о полиции он стал называться Днем сотрудника органов внутренних дел. Торжественное собрание с объявлением благодарности и присвоением очередных званий состоится в Сочи в среду. Ну а сегодня сочинские стражи порядка приняли участие в ставших уже традиционными соревнованиях среди правоохранителей. За ходом состязаний наблюдала и наша съемочная группа. Перед началом традиционных соревнований, посвященных предстоящему дню сотрудника органов внутренних дел, стражи порядка собрались возле мемориала, установленного в память о погибших сотрудниках полиции. После полицейские направились на спортивный стадион, небольшая разминка и на старт. Первый вид соревнований – бег. Участвуют 8 команд – районных отделов полиции, коллектив неведомственной охраны, ДПС, УВД и ОМОН. Эстафета включала 6 этапов – никаких кроссовок и спортивных костюмов. Бежать нужно было в повседневной форме с дубинкой в руках, а также в бронежилете и в каске. Еще один этап – разборка и сборка пистолета Макарова. Тут у нас проявляются у сотрудников их непосредственно профессиональные навыки, умение обращаться с оружием, быстро бегать, что необходимо непосредственно в их служебной деятельности, где нужно пресекать преступление, догонять преступника и, соответственно, уметь его обезвредить и задержать. В итоге победителем эстафеты, как и в прошлом году, стало управление вневедомственной охраны. Следующий вид – гиревой спорт. Его впервые включили в программу соревнований среди полицейских. Капитан полиции Владимир Величудин рассказывает, к турниру готовились специально, много тренировались, чтобы показать свои лучшие результаты. Такие соревнования нужны. Хорошо бы они проводились прямо там, перед администрацией города, где-нибудь там, если выделить, чтобы все смотрели, какие сильные защитники отечества, какие сильные полицейские защищают, несут службу, чтобы приходили гражданские, болели. В итоге в гиревом спорте самыми сильными были признаны ОМОНовцы. Ну а в перетягивании каната, пожалуй, одном из самых ярких видов состязаний среди страж порядка, самой сильно исполченной оказалась команда отдела полиции Центрального района. Сегодняшние соревнования открыли череду мероприятий, посвященных предстоящему дню сотрудника органов внутренних дел. Официально их поздравят 10 ноября. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Герой Великой Отечественной войны спустя долгие годы вернулся домой. В Сочи доставили останки младшего сержанта Григория Некрасова. Он погиб на полях сражений в далекой Карелии. Он родился в станице Хамкетинской. На момент мобилизации жил в Сочи и работал машинистом-дизелистом на электростанции. Был призван на фронт в первые дни войны, летом 1941-го, и погиб год спустя. С тех пор о судьбе солдата не было известно, и лишь в этом году его останки были найдены поисковиками города Северодвинска. 4 ноября они были торжественно переданы для дальнейшего перезахоронения. Несколько дней назад стало известно и о том, что у родственников погибшего воина также удалось найти. Для них это будет большая радость и большое торжество узнать о том, что один из их предков – герой, который сегодня возвращается в ряды бессмертного полка. Как отмечают представители поисковых отрядов, найти медальон или личные вещи погибшего воина удается далеко не всегда. Ведь именно по ним можно установить личность солдата. И уже потом с помощью архивов разыскать родных и близких. Именно так и случилось на этот раз. При останках был обнаружен медальон Григория Николаевича Некрасова, его штатная капсула и походная ложка. Он действительно вернулся на свою родину. И 9 декабря, в День Героев Отечества, он будет торжественно захоронен со всеми воинскими почестями в завокзальном районе на нашем мемориале. Добавлю, что в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли почти 19 тысяч сочинцев. Каждый четвертый погиб. И продолжаем выпуск. Чем ближе День Города, тем зеленее курорт. Во всех районах Сочи сейчас высаживают тысячи деревьев и кустарников. Сегодня новые саженцы появились в Молдовском сельском округе. Слово Инги Габешия. У эвкалипта есть спасительное для курорта свойство. Корневая система дерева настолько мощная, что она как губка всасывает воду из почвы. Взрослый эвкалипт забирает до 400 литров влаги в сутки. И растет дерево быстрыми темпами до полутора метров в год. В свое время здесь был ссыльный район. И здесь малярия косила. И благодаря вот этим эвкалиптам, которые в свое время было правительством несено, чтобы они высаживали и осушали болото. Благодаря этому наш сегодняшний город Сочи, Адлия в том числе, стал краще и суше. Неудивительно, почему было принято решение высаживать именно эвкалипты. Деревья спасают курорты сейчас, в апреле этого года, когда во всем мире начали вести борьбу с вирусом Зика, переносчиком которого являются комары. Профилактическая работа началась и в Сочи. Первым этапом стало выращивание рыбки гамбузи. Второй этап – озеленение и высадка эвкалипта пришелся ко дню города. Эта акция «Посади дерево» превратилась не в акцию, а в целое событие для нашего округа. Мы решили показать не только эту акцию, но и преемственность поколений. И привлекли к этому мероприятию школы, совет ветеранов, населения. К акции «Посади дерево» присоединились и ученики 66-й молдовской школы. Для меня это очень большая честь, так как мы показываем будущему поколению, что надо следить за своим городом и озеленять его. В целом в селе Молдовка высадят 52 молодых эвкалипта. Ко дню города здесь также укоренят фруктовые деревья. Места для них уже определены. Кстати, акция по озеленению пройдет по всему курорту. Планируется, что участие в ней примет каждый житель Сочи. Инга Габешия, телекомпания «ФКТ». Свой день рождения Сочи должен встретить в красочном наряде. Одним из первых эстафету принял Хостинский район. Хрупкие, на первый взгляд, цветы виолы, или, как называют это растение в народе, анютины глазки, легко адаптируются к сочинскому климату и отлично переносят зиму. Цветовая палитра яркая, богатая, создаёт ощущение праздника даже в серые будни. Хорошо соседствует с примулой и барсикой, которые также стали традиционными для озеленения курорта. Цветы применяются так, чтобы впоследствии они могли простоять на клумбах до весны. Концепция у нас свободный пейзажный стиль, но с элементами, которые включаются на всех районах города. Всего ко дню города планируется высадить около 450 тысяч саженцев. Обновляться будут как городские клумбы, так и цветочные конструкции вертикального оформления. Мы высаживаем растения, которые легко адаптируются в наших условиях, радуют глаз в течение всего зимнего и весеннего сезона. То есть следующая замена растений будет уже в лето. А всю зиму, когда в основной массе снега везде лежат, у нас растут цветы красивые. Также уже сейчас в городе будет высажено порядка 120 тысяч луковичных растений, которые, перезимовав, непременно взойдут к первым весенним праздникам. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В Сочинском институте РУДН состоялись отборочные соревнования в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia по флористике. Международное движение проводит конкурсы среди молодых профессионалов в разных странах. В 2019-м мировое первенство по профессиональному мастерству пройдет в Казани. Побороться за возможность участия в нем на курорт приехали студенты из нескольких регионов России. Какие задачи необходимо было выполнить начинающим флористам, расскажет Татьяна Говоркова. Площадкой для проведения отборочных соревнований по компетенции флористика из четырех городов России был выбран Сочи, а именно Сочинский институт российского университета дружбы народов, расположенный в Адлерском районе. В одной из аудиторий собрались 12 студентов, представляющих 8 городов России, в большей части Южный федеральный округ. Побороться за возможность войти в состав национальной сборной WorldSkillsRush решила и Сочинка Виктория Пархоменко. Это первые ее шаги во флористике. Я не занимаюсь вообще этим. Нравится вообще флористика. Микет первый сделала, наверное, неделю назад. А вот Елизавета Мирошникова из Санкт-Петербурга уже не новичок во флористике. Она посещала курсы, работала в цветочном магазине и участвовала в международных конкурсах. Все идет от души. Я стараюсь подбирать то, что мне нравится, не задумываясь, потому что так интереснее. Меня увлекает этот процесс. И в процессе я уже начинаю творчески мыслить и стараюсь что-то создать. Проявление фантазии и креативность – основные факторы успеха. Всего участники должны представить по три работы – сделать букеты, интерьерную композицию и украшения для невесты. На выполнение каждого задания дается по два часа. Оценивают работы международные эксперты и профессиональные флористы. Критерии подразделяются на две группы. Это объективные критерии. В основном туда входят технические моменты, техника исполнения, чистота работ, жизнеобеспечение. И субъективные критерии, где оценивается цвет, форма, композиция, доминирование, идея. В ближайшие дни состоится заседание коллеги, на котором жюри выберут самые интересные и технически правильные работы юных флористов. В состав национальной сборной WorldSkills Russia по этой специальности смогут войти максимум три студента. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи обсудят вопросы спортивного права. На курорте впервые пройдут международный конгресс и конференция, посвященные правовым вопросам спортивной индустрии. 17 и 18 ноября в Российском международном олимпийском университете соберутся более 100 экспертов в сферы спортивного права. Из Германии, США, Южной Кореи, Греции, Словении, Румынии, Турции и Туниса. В мероприятиях примут участие представители Минспорта и МВД России, Олимпийского комитета страны, Интерпола. К ведущим практикам отраслей спортивного права присоединятся эксперты суда по интеллектуальным правам. Международной налоговой ассоциации спортивного арбитражного суда при торгово-промышленной палате страны. Важность конференции объясняется тем, что любые спортивные соревнования предполагают движение больших потоков атлетов и зрителей, сталкивающихся с огромным количеством юридических проблем. Особое внимание будет уделено вопросам международной практики организации спортивных мегасобытий. Участники конференции обсудят специфику различных проблем в конкретных условиях, таких как организация состязаний, международное сотрудничество в области спорта, спортивный менеджмент и туризм, безопасность организации спортивных событий и разрешение споров в спорте. А также проведут дискуссии по проблемам допинга, правовых аспектов футбольных состязаний и спортивного арбитража. В Сочи разыгрывают Кубок города по волейболу. К сетке выйдут представители и сильного, и слабого пола, а посвятили турнир Владимиру Кондро – олимпийскому чемпиону и нашему земляку. Соревнования в честь легенды волейбола и по совместительству почетного гражданина города Сочи городская федерация проводит уже третий раз. Ценный для всех волейболистов Кубок разыграют шесть команд. Москва, Новороссийск, Чебоксары и Сочи. Турнир только набирает популярность и в следующем году он пройдет уже на краевом уровне. Расширится и география участников. Сейчас организаторы ведут переговоры с командами Литвы и Эстонии. Играют смешанные коллективы. Здесь, как вы видите, и молодые ребята, и ветераны. Как бы популяризация волейбола. Он же после Олимпийских игр стал у нас очень популярным в стране, не только в стране, а и за рубежом. Мы стараемся и в городе Сочи привить и детям, и взрослым, и тем более еще и болельщикам удовольствие оказать вот этими турнирами. Сам Владимир Кондра уже в Сочи. Заветный кубок он вручит уже в ближайшую субботу. Финальная игра состоится 12 ноября. Что же касается развития волейбола в Сочи, то он сегодня на довольно высоком уровне. Местная команда недавно стала бронзовым призером краевых соревнований. Ранее сочинцам не раз доставались и лавры победителя. Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр Грант. В Гранде большой ассортимент товаров для дома и ремонта, а также мягкой и корпусной мебели для интерьеров разных стилей и направлений. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.